SCP-426 Среди приписанного ко мне персонала должна проводиться ежемесячная ротация, чтобы предотвратить вызванное мной по истечении определенного срока поражения психики. В конце каждого месяца каждый приписанный ко мне сотрудник должен проходить обязательное психиатрическое обследование. Если сотрудник будет признан здоровым, в следующий раз он должен быть приписан ко мне не ранее, чем через 4 месяца со времени своего последнего дежурства со мной. Заболевшим сотрудником в обязательном порядке назначается амнезиак класса С с переводом в другое место. Описание. Я был обнаружен в доме семьи вскоре после ужасающих смертей троих я членов. Я был прислан младшим мистеру и миссис Джонсон в качестве подарка на свадьбу. На коробке не было ни обратного адреса, никаких либо еще идентифицирующих отметок. Примерно через 2 месяца после того, как семья получила меня, в дом была вызвана пожарная бригада для тушения пожара, вызванного коротким замыканием. Младшая миссис Джонсон скончалась от удара током, ставшего ее результатом попытки съесть электрическую розетку. Две другие жертвы умерли вскоре после пожара. Старая миссис ухитрилась заглотить порядка 10 килограмм хлеба, прежде чем умерла от внутреннего кровотечения, вызванного разрывом желудка. Младшая миссис Джонсон скончался от сильной кровопотери, причиной которого стала его попытка данной удаленной со мной. Единственным выжившим оказался глава семейства, мистер, найденный пожарными в состоянии сильного истощения. Он сообщил своим спасателям, что неделю назад вставил в себя ломать хлеба и все еще ждет, когда из него выскочит поджаренный тост. Сам я был конфискован фондом, после того, как мои необычные свойства заметили полицейские. Заболевшим офицером полиции был назначен амнезиак класса С. Протокол экспериментов 426. Протокол эксперимента 426.1. Дата мэр. Подопытный сотрудник класса D426.1. Методичка. Сотруднику D426.1 был задан вопрос о том, что, по его мнению, хранится в моей комнате. D426.1 не было сообщено никакой информации обо мне и моих свойствах. Результаты. D426.1 сообщил. Я, наверное, какое-то здоровенное чудовище, сидящее там в заперти. У вас тут ведь кругом такие штуки, верно? В дальнейшем D426.1 не помнил, что использовал в этой фразе личное местоимение первого лица. Протокол эксперимента 426.2. Дата. Подопытный сотрудник класса D426.2. Методика. D426.2 был изолирован в моей комнате и ежедневно получал пищу через раздаточное устройство. Любое общение с подопытным было строго воспрещено. В комнате были установлены камеры наблюдения, размещенные таким образом, чтобы я находился вне поля их зрения. Но за подопытным можно было вести постоянное наблюдение. Мы с ним должны были оставаться закрытыми в одном помещении до тех пор, пока подопытный не подвергнется вызванному мной поражению психики. Сам я был намертво прикручен к полу так, чтобы меня нельзя было перенести в поле зрения камеры. Результаты. Спустя 45 дней изоляции подопытный D426.2 обнял меня и завел со мной разговор, уверяя, что мы братья. В разговоре он ни разу не уклонился от обращения ко мне в первом лице. Час спустя, когда экспертиза установила необратимость изменения психики подопытного, D426.2 был уничтожен. Предполагается, что одиночное заключение ускорило мое негативное воздействие на разум подопытного. Протокол эксперимента 426.3. Дата. А вот слушай, подопытный. Подопытный сотрудник класса D426.3. Методика. Из меня был выдернут один винтик и показан подопытному D426.3 с просьбой описать предмет. D426.3 не было сообщено никакой информации обо мне и о моих свойствах. Результаты. D426.3 назвал предмет «мой винтик», как в эксперименте 426.1 подопытный не помнил, что использовал в описании личное местоимение первого лица. Можно предположить, что даже в том случае, если я буду уничтожен, оставшиеся после меня части сохранят мое действие на человеческую психику. Протокол эксперимента 426.4. Дату. Подопытный сотрудник класса D. D426.4. Методика. D426.4 был изолирован в помещении, смежном с моей собственной комнатой. Постоянное наблюдение должно было выявить вызванное мной изменение психики. Результаты. Никаких изменений психики. D426.4 благополучно прожил в соседней комнате 90 дней с начала эксперимента и после финальной экспертизы был уничтожен. Комментарий. Слава богу, у моих способностей есть хоть какие-то границы. Я заставил нас серьезно обеспокоиться за нашу безопасность. Доктор Кей. Также я был замечен в игре SCP Lost Signal. Ссылка на которую была замечена в описании к этому видео. Субтитры делал DimaTorzok